Здравствуйте! Меня зовут Михаил, креативный директор проекта Warface. На нашей прошлой передаче мы говорили с вами о двух классах солдат и медик. Сегодня я хочу рассказать вам о двух дополнительных последних классах нашей игре инженер и снайпер. Здравствуйте! Меня зовут Надя Голубенко, я проект-менеджер в компании Crytek и работаю над проектом Warface. Инженер это тот класс, который очень эффективен на стройной дистанции, то есть где-то между медиком и солдатом. Он вооружен пистолетами-пилеметами, как говорят по-английски SMG, сам машин-дран, которые точно так же кастомизируются. Оружие солдата, за исключением некоторых мелких деталей, например, на его оружие нельзя повесить бранатомет, но зато можно повесить штыки, глушители, рукоятки и всевозможные прицелы, что делает его еще более эффективным на более дорогих расстояниях. Помимо того, инженер гораздо быстрее разминирует бомбы в режиме Планта-бомб, и инженер имеет возможность закладывать клейморы, которые являются одним из самых эффективных оружий в режиме ПВП, то есть это вообще очень злая вещь. Что очень интересно, в общем-то, в игре ставить эти мины в каких-нибудь наиболее часто посещаемых игроками местах. И насладиться криками взрываемых врагов. В некоторых режимах это вообще необходимо, и такую возможность в нашей игре обладает только он. Уникальными функциями для класса инженер является починка брони. То есть когда человек мертвый, уже придется включаться медику, но если инженер постоянно чинит вам броню, то есть шанс, что вы выдержите гораздо больше попаданий. То есть играя в ПВЕ, особенно на тяжелом режиме, это очень важно. Последний класс, который остался у нас в игре, это снайперы. Название, как вы сами понимаете, говорит само за себя. Что такое снайпер? Человек вооруженный большой, длинный, очень точной и очень мощной снайперской винтовкой. Снайпер – это тот класс, который, естественно, наиболее эффективен на самых дальних расстояниях. У него, к сожалению, нет никаких особых навыков и умений, которые требуются для того, чтобы напрямую поддерживать других членов своей команды. То есть он не лечит, не восстанавливает броню, не придает никаких патронов никому. Но он, соответственно, является тем классом, который необходим для того, чтобы поддерживать своих друзей на большом расстоянии, контролировать те или иные точки и так далее. Также снайпер очень хорош в ведении тактического боя, тактического шпионажа, я бы даже сказала. Теперь мы знаем все четыре класса солдат, медиа инженера-снайпера, что они делают, как ими играть. И вполне подготовлены к ведению командного боя. На этом, наверное, и все. В следующих эпизодах мы расскажем подробнее о тех врагах, с которыми вам придется столкнуться и как им противостоять. Большое спасибо и до скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...